Одесса 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 Рисунков, эскизов, декораций, акварелей. В Израиле Ладыжинский много работает, но не чувствует удовлетворения. Пишет знаменитую серию «Вечный жид». Все чаще художника посещают депрессии. Новая родина оказалась не похожей на его идеал, на страну мечты его детства. «Здесь, в Израиле, я не вижу евреев, которых я знал и любил», сказал как-то Ладыжинский журналистам. «Это совершенно другие люди, я их не знаю». А вот что вспоминает о встрече с художником крупнейший коллекционер советского авангарда 50-х-80-х годов, американец Нортон Додж. Мое первое впечатление о нем, он не выглядел человеком счастливым, хотя активно выставлялся и рецензии на его работы были положительными. Вообще же, картины Ладыжинского меня ошеломили. Такое впечатление, что он взял трехмерные вещи и превратил их в одномерные, плоские. Только два есть знака общих для всех живущих – начало и конец. В сопоставлении двух этих точек и пути между ними мы пытаемся постичь главную загадку жизни, ее пресловутый смысл. Попыткой такого постижения и было творчество Ефима Ладыжинского. Рассказ о двух главных моментах человеческой жизни – о детстве и смерти, о ярком свете и холодных сумерках, о смехе, сутолоке, суете и одиночестве. Из статьи критика Рафаила Нудельмана «В случае Ладыжинского или размышления о жизни и смерти». Сергей Маскалев, Джулия Телл, телевидение «Волоса Америки», Вашингтон.